привет дорогие друзья вы на канале яхта на колесах у нас сегодня необычный выпуск у нас гость александр поедет в путешествие на автодоме по московской области саша привет здравствуйте как настроение хорошо отлично погода сегодня радует не портит вам настроение к вид все эти ограничения ну немножко портит а вместо гостиниц мы решили вот попробовать такой вот необычный как это способ отдыха для того чтобы прочувствовать природу нам очень нравится палатки вот это все сейчас очень актуально но решили взять комфорт с собой прохладно уже до согласен ну что же смотри у нас все довольно таки хорошо уже отработано за 10 лет мы сдаем тебе новую машину 2019 либо двадцатого года вот из новой поставки у нас задача разобраться как что работает ответить на самые популярные вопросы которые нам обычно задают зрители на канале наши клиенты которые приходят собственно брать автодома в аренду в общем будем разбираться смотреть и узнавать как это все работает отлично саша есть некоторые вещи очень важные о которых я тебе должен сказать первую очередь дом на колесах эта машина но есть у нее особенности это дом который конечно выполняет хорошую задачу он передвигает вас с места на место из точки а в точку б и дает возможность пользоваться всем внутренним оборудованием то есть ночевать в тепле пользоваться туалетом душем кухне и так далее но одновременно с этим у вас появляются габариты их нужно будет почувствовать в первые 15 минут движение за рулем нужно посмотреть зеркала во первых настроить зеркала и сесть в удобную позицию для себя на нужную высоту настроить сиденье в воде лягом когда в зеркала есть электрическая настройка и понять как автомобиль входит в повороты как он разгоняется и самое главное как он тормозит потому что по сравнению с легковой машиной авто дом гораздо тяжелее и первые по скажем остановки на светофорах лучше делать заранее и поймешь какая у машины динамика насколько она слушается педали ты будешь понимать как за сколько метров до до светофора тебе уже нужно нажимать на педаль хорошо настройки водительского сидения очень простые два лепестка позволяют отрегулировать по высоте и по наклону сидения слева и справа есть два подлокотника тоже настраиваются по высоте посадка была удобной и во время движения не возникало знаете усталости там руках когда начинает спина еще рано об этом наверное рассуждать ну я понимаю а вот у людей постарше у них это очень большое имеет значение чтобы сидеть удобно 200 300 километров приходится проезжать за день поэтому это важно очень важное отличие которому нужно привыкнуть то что ручник находится слева все-таки если выходит из строя штатная тормозная система надо иметь ввиду что ручник не как у легковушки справа а слева я понимаю у некоторых автомобилей современных вообще электрические на кнопку нажал и тормозит но не знаю это можно ли пользоваться таким вариантом случае экстренного торможения здесь можно аккуратно воспользоваться и притормозить ну как как тормозить наверно скоростью я думаю уже умеешь и так значит что интересного по кабине на ручке ездишь все нормально да да и на автомате все права есть наверное по элементам управления тут больших сюрпризов нету слева поворотники справа все что касается дворников там стеклоомывателей слева нижний рычажок отвечает за круиз-контроль и спид лимит то есть в городе можно пользоваться этим помощником включил на 60 и у тебя машина недавно больше там 60 70 километров разгоняться не будет в принципе модель сан ливенка 70 дефона довольно таки и динамичная почувствуешь что она едет она разгоняется и такой вот парусности как у некоторых кальковных моделей принципе нету но кто пересаживается с легковой машины они сама жалуются немножко на то что все-таки немножко парусит и может быть не так быстро разгоняется как хотелось бы так вот они привыкли на своих легковушках значит электростиклоподъемники электрическая настройка зеркал все есть пожалуйста присаживайся со смотри у тебя там слева два лепестка вижу так вот очередно их можно пошевелить и поймешь что сиденье будет подниматься настраиваешь под себя как тебе удобно и слева рука еще круглая такая фиговина тоже можно крутить и регулировать спинку смотри ну вот она да выставляешь удобно себе спинку соответственно со спинкой вместе подлокотники вот они настройка зеркал тебя ждет на зеркале там же стеклоподъемники значит зеркала большие видно все есть зеркало заднего вида но в этом автодоме она понадобится только для того чтобы общаться может быть визуально с теми кто не сзади кабине тебе здесь принципе и так все будет все слышно кто что говорит с механической коробкой передач знаком лично здесь есть такая штуковина глонас не знаю как ей пользоваться вроде как миксерных ситуациях вроде когда если машина переворачивается говорят тоже срабатывает пока что у нас опыта нет у нас тоже не хорошо значит есть какие-то примитивные элементы управления понятно что это климат направления воздуха вниз вперед на окна самая простая магнитола у нас просто хочешь флешку вставляй хочешь aux диски уже вставлять некуда прошло то время значит а здесь у нас обогрев зеркал центральный замок но он закрывает открывает только кабину вход в салон нужно всегда закрывать ключа приходите проверяйте взять на все двери мало ли что у нас таких вот прям а дерзких краж в домах не было еще в россии если что-то серьезно мутырили это либо в париже либо в милане таких красивых столицах старого света значит аварийная остановка и справа аэссер наверное не пригодится по городу кататься по асфальту это штука отключает скажем антипробуксовую систему если вдруг как-то нужно проехать какое-то бездорожье или наоборот всякий случай да не дает тебе это буксовать одним колесом то значит курить нельзя лежит зажигалкой кем-то оставленная для свечей да можно кстати поджечь будет газовую плиту но там есть пьезоподжиг поэтому стакане стаканчик складываем мелочи здесь заряжаем телефон сюда тоже можно подключить какой-то девайс не знаю может будешь пользоваться антирадаром сейчас модно чтобы камеры не ловить да вот бардачке можно сложить какие-то относительно ценные вещи потому что он закрывается на ключ зажигания у малой там черта там так для душевного равновесия закрыл на ключик пошли гулять вот эта тема мне очень нравится уже не знаю 50 раз показывают в обзорах пожалуйста вставляешь сюда мобилу планшет с навигацией наверное нужно будет чем-то пользоваться дороге фиксируется начиная от маленького телефона заканчивая может быть и влезет сюда так замыкается либо листочек по старинке ездишь по бумажной карте пожалуйста пристегнул все из пути уже не собьешься осталось мне сказать что вот здесь помещается полутора литровая бутылка воды охлаждается если включен кондиционер значит есть аэрбэк у тебя если что пассажир тоже аэрбэк сзади людей из элемента безопасности только подголовники и ремни тоже бардачок сюда кладем всегда несколько предохранителей кстати нужно будет еще дать предохранитель именно на аккумулятор такая силовая штуковина слева под рулем тебя будет регулировки фар в общем такие типовые функции и последнее что я хочу тебе покрыть в кабине это шторка ну машина не супер элитная поэтому немножко все по-простому сделано но чтобы немножко закрыться от лишних глаз до пристегнулся с этой стороны с той стороны с твоей точно такая же штуковина на ночь можно сделать светомаскировку лишнее тепло не уходило все-таки самые большие теплопотери происходит вот именно через кабину потому что она же металлическая стекло тоже выпускает тепло часто спрашивают а можно ли сиденье здесь повернуть вот в этой модели не поворачиваться потому что все сиденья располагается там они и так вокруг стола ну что же по моему если вопросов нету здесь уже не можем двигаться и с чего это вдруг у вас возникла идея покататься на автодоме ну вот действительно название яхты на колесах она оправдывает себя потому что автодом он реально как яхта просто ты едешь не по морю а по дороге и у меня был опыт катания как прогулок да на яхте и мне очень понравилось и вот как бы сейчас особо никуда не выйдешь поэтому действительно решили вот попробовать яхты на колесах рукоятка замка капота и слева от панели водителя обязательно нужно сначала открыть дверь тогда все это покажется пойдем покажу что под капотом на самом деле здесь не такие уж сложные вещи находятся который нужно контролировать там постоянно но допустим залить омывайку здесь довольно сложно горловина находится вот в самом углу немножко утоплена поэтому я обычно выпиваю воду из пластиковой бутылки 05 отрезаю донышко и использую ее как воронку эту часть поэтому это приблуда у вас появится где-нибудь в пути может быть если слякотно будет дождь пойдет придется долить не замерзайте значит дальше здесь бачки ну на всякий случай мало ли если что-то вдруг начнет беспокоить тормоза может быть что-то с охлаждением вот смотрим контролируем объем жидкостей все довольно таки видно невооруженным взглядом щуп чтобы проверить масло вот здесь находится за бортиком вряд ли это пригодится потому что машины мы обслуживаем строго по регламенту даже чаще чем это требует производитель и наверное последнее что здесь можно увидеть это вот пожалуйста бачок тормозной жидкости это важно перед выездом конечно во всех учебниках по автоделу написано что перед выездом проверьте тормозной бачок мало ли что есть ведь злодеи которые что делать перерезают да так скажем это все все в кино обычно бывает но мало ли что ну что ж двигаемся в жилую часть здесь нас ждет входная дверь как ни странно для нее специально есть ключик отдельный то есть все что связано с кабиной это ключ зажигания он также понадобится чтобы заправиться горловина открывается именно вот сейчас зажигания второй ключик сервисный терять сегодня нужно он дается один он понадобится чтобы открывать закрывать входную дверь здесь все как обычно но у этой модели есть особенность такая что-то раньше у нас можно было закрыть ключик да и захлопнуть дверь сейчас такого нету сначала закрыли и тогда уже замкнули так она не закрывается то есть захлопнуть его невозможно опустить тут какое-то вот этот язычок там поднять она просто не закроется вот это важно понять значит здесь довольно таки все просто кармашки не знаю кто-нибудь и не пользовался крайне сомневаюсь ну что-то положить сюда можно там щетку обувную или ложку если у кого-то туфли жмут два крючка типа повесить можно одежду но я не рекомендую потому что каждый раз туда-сюда где это открывается и куртки часто падают в грязь для лета здесь есть антимоскитная сетка даже там где летают комары наверное понадобится а изнутри закрывается вот просто дарить и поднять вот эту штучку совершенно верно а в зеленую зону этот этот кровати все так идем дальше я уже предварительно открыл небольшой багажник но если мы посмотрим внутрь сюда можно взять довольно таки много вещей вряд ли придется складывать чемоданы но все по-разному путешествует мы рекомендуем брать автодом у нас на площадке ехать домой и уже из дома загружать сюда то есть эти чемоданы дать туристические играть с собой нет смысла потому что все вещи раскладываются по полкам по шкафчикам там в гардероб одежды вешаются то есть сюда мы складываем ну какой там инвентарь там может быть обычно это столы и стулья чтобы не сидеть внутри располагаться на природе ставить стол там стульчики гриль зажигать мангал там у кого что вот все это складываем сюда доступ в это пространство также возможен из салона если приподнимем кровать тоже можно извлекать оттуда на газлифтах то есть подняли крышку раньше такие были всякие штуковины нужно было упирать эту дверь но сейчас сегодня что попроще стало для людей очень важно когда принимаешь автодом осмотреть кузовные детали но допустим даже вот эти слегка поцарапанные стекла нужно желательно отразить в акте приема передач потому что один специалист тебе может сдавать автодом да и что-то указать что-то не указать а другой допустим менеджер будет принимать автодом и он допустим не был в курсе что там была царапина поэтому все что ты считаешь так скажем важным чтобы было отмечено лучше пускай будет отмечено обязательно проверяем светооборудование чтоб горел задний ход поворотники стоп-сигнал в общем смотрим снизу вверх и проверяем целостность деталей значит мы подошли к самому важному как мне сказали элементу вообще путешествие это биотуалет потому как если кто-то из экипажа не понял как им пользоваться отдых будет испорчен всем потому что что-то пойдет не туда прольется начнет пахнуть с этим нужно очень осторожно значит кассета объемом 20 литров спросишь да насколько и хватает насколько хватает ее приблизительно на два дня это если вы ходите экипажем не только в кассету а еще останавливайтесь на заправке там ходите где-то в кафе ну как часто бывает я по своему опыту хочу сказать что это для меня лично это ночной горшок то есть вот когда ночью нужно сходить да можно сюда если же где-то днем постоянно гуляем путешествуем там передвигаемся ходим по барам и так далее все это делаем там значит бочка легко транспортируется за рукоятку с колесиками значит когда она наполняется допустим в конце второго дня использования она такая становится тяжелая лучше не доводить ее до полного наполнения что что там ваша лампочка красная горела пускай она будет полегче в общем до критического состояния доводить лучше не стоит после где-то может случайно но протечь вот это тоже как бы свои неприятности она заправляется химией это пакетированный наполнитель который мы даем на весь срок аренды но едете вы допустим на трое суток значит как минимум шесть штук у вас там будет запасом ну мало ли как питаетесь на выходите сюда все вообще почему на ключик запирают потому что но запчасть довольно дорогая в россии вряд ли кто-то будет красить кассету а в европе ну кто-то может и не побрезговать у него она уже может быть старая протекает и в кемпинге глядишь и стащит вместе с твоим это биоматериалом дальше у нас идет дверь газового отсека два баллона мы сдаем их полностью заправленными если не верится то можно так приподнять и понять что да они тяжелого сейчас чувствую что вот этот прям полный а вот этот по опыту вот не совсем может быть здесь две трети или половинка но на ваш срок аренды трое суток этого хватит вполне потому что днем скорее всего топить не придется вот мы сейчас были внутри там тепло а ночью вы включите может быть там на среднее положение чтобы комфортная была температура для сна я допустим вообще люблю когда попрохладнее как-то лучше сон здесь уже новый стоит газовый редуктор с встроенным краш сенсором наверное краш сенсор тебе знакомы слова знаю такое случае аварии газ перекрывается и уже утечки такой страшный которая может привести там взрыву уже этого не будет вообще в принципе система очень безопасная многие люди интересуются вообще насколько можно этим всем пользоваться или может быть вообще их закрыть и как бы не рисковать там жизнью очень много систем которые случае каких-то нештатных ситуаций просто перекрывают газ вот начиная с того что вот этот шланг допустим даже если он порвется здесь в результате какого там происшествия не знаю что может случиться всякое бывает вот этот зеленый клапан он перекроет подачу газа то есть здесь вот даже в этом отсеке уже есть для три системы безопасности которые будут перекрывать газ если начнется утечка есть отверстие на случай небольших утечек которые часто бывают ну где-то здесь не подтянули до до конца что-то где-то потравливает смесь пропан-бутан тяжелее и она будет уходить специальное вентиляционное отверстие вот в полу под баллонами в салоне пахнуть не будет а вообще бывают разные ситуации если утечка такая серьезная бывают баллоны перезаправляют вообще очень важно когда вы вдруг если будете заправлять газовый баллон он по сути должен заправляться не более чем на две трети всегда должна быть паровая фаза некоторые заправщики они как бы по доброте душевной заправляют смесью пропан-бутан под завязку когда вы баллон ставить сюда он попадает в теплое пространство здесь допустим осенью там да где-то плюс пять поставили баллон печка работает уже плюс 15 в этом отсеке газ естественным образом расширяется давление увеличивается и газ начинает стравливаться через аварийный клапан красного цвета на баллоне стравливается он довольно таки так скажем быстро и запах может появиться салоне это повод чтобы быстро остановиться проверить если баллон действительно перезаправлен не знаю насколько это вообще законно но надо строить лишний газ где-то на открытом пространстве не в городе естественно открыл баллон просто не увидишь как это белой струей жидкости эта смесь пропан-бутан будет выходить из баллона и когда она уже прекратить выходить когда просто бесцветный газ будет выходить шумом до шипеть все значит все в порядке значит уже газ строился то есть его должно быть вот этот уровень заправки должен быть вот вот две трети не больше чем две трети даже к сожалению у нас не очень хорошо с датчиками до которые позволяют проверять наполненность баллоны надеюсь мы к этому придем и в каждом авто доме будет в комплекте лежать эту полезную штуковина чтобы понимать сколько тебе газа осталось за что особенно зимой это актуально вот будем стараться комплектовать со временем вот этими полезными девайсами газ можно заправить на любой заправке здесь у нас решетки холодильника мы его сейчас увидим внутри самое важное это не мыть автодом керхером и не заливать сюда воду потому что с этой стороны находится электрика она за изолирована но если туда поддать воды так или иначе влага она проникает плата начинает закисать происходит реакция и электрика становится влажным и просто прекращает работу вот и без холодильника как не очень удобно уже жить знакомый уже всем лючок в который у нас располагается подключение к 220 вольт кабель я покажу он всегда у нас лежит в кармане в двери пассажира будем оставлять сюда и в поездку вам дается еще катушка там на 20-30 метров чтобы подключиться к 220 вольт и уже использовать внутреннее оборудование вот от внешней сети ну и собственно аккумуляторы подзарядить но опять же многие спрашивают обязательно подключаться где нам искать кемпинг на самом деле ничего этого не нужно автодом оснащен тремя аккумуляторами 1 который находится вот именно в кабине под ногами у водителя он нужен для пуска двигателя еще два дополнительных именно предназначены для работы внутреннего оборудования даже зимой этих двух аккумуляторов хватит где-то на два-три дня автономного совершенно автономного отдыха дан полностью ничего не нужно даже если будет инвектор работать ну конечно если одновременно заряжать компьютер там три телефона еще что-нибудь там свет какой дополнительный включить конечно можно высадить аккумуляторы там или за вечер если сильно постараться мы же на природе компьютеры от них и уезжаем да на bluetooth колонку включите да да вот самый серьезный потребитель и последний лючок в жилом отсеке это горловина заправки чистой воды тоже закрывается на ключик тот же который у нас отвечает за все замочки за входную для маленьких да да мы сдаем полный бак возвращать из аренды вот нам не нужно сколько останется только остается вон вода у нас ведет совершенно бесплатно если понадобится долить воду я думаю что понадобится хочет спросить да ну шлангом обычно да можно шлангом сюда заправить воду можно если нет шланга ничего нету если колодец ведро можно взять вороночку взять ведро и подняв подушку в салоне залить через сервисную горловину там несколько большая даже так вот вентили туда залили ну 5 литровые бутылки можно использовать в общем принципе тут автодом такая штука интересная в него поиграть можно знаешь там вот тут залили там залили там слили заправили чем такой интересный гаджет часто у нас ради этого и берут вот хочет что-то как-то попробовать интересную штуковину как они вообще живется отдыхается особенно дети очень радуются это горловина на угадал горловины заправки топлива здесь у нас теперь целых две с этого года раньше просто дизель заливали теперь приходится заливать еще от blue мочевину как это говорится расход на мы интересуемся обычно сколько ее сгорает значит бак топлива у нас 90 литров мочевины 20 литров по-разному происходит заправка часто люди жалуются что большой расход мочевины часто подливаем но потом это вдруг прекращается то есть относительно новая система фиатах дуката мы пока затрудняемся сказать насколько точно и хватает но здесь еще особенность такая стрелки объема этого бачка и и нету только загорается желтая лампочка когда уровень жидкости от blue доходит до половины бачка то есть надо понимать что где-то три тире пять тысяч километров наверное еще можно проехать но я слышал что ездить без мочевины нельзя двигатель просто какой-то момент не заведется если мочевина не будет не просто все становится и надо за ней куда-то идти и часто пугают что даже идти придется не только за мочевиной а еще за мастером который сможет перезапустить систему что она уходит в какой-то сервисный режим и только один из может это сделать но насколько это правда я не знаю с мерседесом было так уже у нас не раз заканчивалась от blue и все машина перестает заводиться ее только к дилеру все начнут мы закрываем уже дверь здесь в комплекте всегда будет красивый жилет чтобы выходить по каким-то сервисным вопросам дорогу перчатки новые положим чтобы за ну бывает что доехал грязный лючок одел перчатки с теми же самим баллонами решить вопрос с биотуалетом перчатки всегда понадобятся так ну что ж тут по моему мы разобрались пойдем уже скорее салон там разбираться добро пожаловать гостиную часто люди спрашивают даже не спрашивают а просто берут такие стол и так вот его поднимают а вот так вот наверно да можно поднять его как в поезде будет нет поднимать его как в поезде не нужно приподнимается где-то градусов на 30-40 и отстегивается легким движением потому что если поднять выше он тоже отстегнется но в общем не надо этого делать сломаться да да там пластиковые крепления которые в принципе предназначены для того чтобы они в случае аварийной ситуации сломались на всякий случай чтобы стол просто вот отскочил и все значит здесь у нас два места для пассажиров которые едут лицом по направлению движения и двое едут спиной кабине к водителю и у них поясные ремни эти называемые трехточечные тут двухточечный как на аттракционных нашим застегнул катался наверно найти в парках здесь у нас дополнительные два спальных места по размеру конечно это кровать не очень большая но тем не менее два человека такой небольшой комплекции вот тип нас смогут здесь расположиться лишь пока мы разговаривали я уже сложил кровать на душу подушки можно разложить чуть по-другому чтобы не было вот этой горки здесь не было удобно спать ну может быть не самая удобная кровать но тем не менее раз уж вы выбираетесь на природу поверьте там в лесу это более чем хорошие условия для того чтобы переночевать в тепле в уюте она лучше чем для улит палатки это точно над головой у нас еще кровать здесь два человека могут спать опускается на лучшую единственное что перед тем как опустить вот нужно стегнуть этот страховочные ремни так как сейчас отстегнули ремни тянем кровать вниз все готово есть лампочка если кто-то любит почитать перед сном пожалуйста проблем если люди спят беспокойно или просто боятся свалиться ночью тоже пристегнули с обеих сторон сетки и можно спать спокойно одеяло подушки покрывала просто не все это нужно брать с собой здесь вот у нас только матрасы чтобы забраться на кровать понадобится лестница аккуратненько ничего не царапаем представляем залезаем все поспали отдохнули и поднимаем кровать обратно вряд ли она во время движения упадет на голову но все-таки есть эти случаи до страховочные ремни лучше застегнуть а здесь несколько полок для личных вещей кто вот здесь живет пускай их складывают здесь значит под сиденьями если интересно и расскажу конечно значит тут мы помним да что было горловина для заправки чистой воды если нет шланга а воду нужно заправить мы поднимаем подушку поднимаем эту деревяшку и видим с вами бак чистой воды вот как он есть здесь заливать воду простили синюю крышку и туда можно наливать воду удобным способом слева черный кран позволяет слить воду полностью либо оставить 20 литров вообще есть такое правило по которому европейцы именно отправляясь путешествие заправляют 20 литров воды и считаю что этого достаточно в принципе для того чтобы набраться до места отдыха потому что представляешь что 100 килограмм на лишней массы до лишняя масса этот бак то и дело но на поворотах до до сюда вода болтается но у нас люди считают по другому что нужно заправить все еще собой взять воды там из москвы чтобы доехать до сергиево посада нужно с собой полтонны воды хоть разбейся но возьми иначе пропадешь вот ну на самом деле большое заблуждение с водой лучше не ездить брать небольшое количество 20-30 литров максимум чтобы помыть руки там вот такие моменты уже приехали на место там уже заправляемся полным баком и стоим на месте чтобы эта вода не ездила сами значит в принципе по гостиной мне рассказывать особо ничего мы же исключением вот наверное этого лючка где у нас располагаются аккумуляторы и блок предохранителей бывает что звонят люди выехали на автодоме и что-то не работает вода перестала течь печка не работает холодильник что-то остыл стал теплым первую очередь лезем в этот ящик и проверяем предохранители вот их здесь почти 10 штук смотрим и если сгорел поменяли все должно заработать если не заработала то дело плохо надо звонить в сервис компании и уже пытаться удаленно решить проблему и так кухня здесь все довольно таки понятно что тут рассказывать в кухне у нас три горелки маленькая средняя большая соответственно если решили борща сварить сюда становится большая кастрюля у меня вот здесь кофеварочка прекрасно себя чувствует такая маленькая знаешь для эгоиста работ на одну чашечку бывает что так вот он просыпаешься один говоришь спел спорящий такую траву все во время движения пользоваться этим не нужно вообще это входит в пятерку наверно главных ошибок начинающих путешественников что люди считают что можно во время движения встать прогуляться как-то это полежать сходить куда-то случае экстренного торможения аварии конечно человек отлетит как бы в кабину сразу не пристегнут и вообще принципе стоит свободном полете находится и вот в этом полете и прилетит на в кабину что-нибудь сломает обязательно так что ходить во время движения нельзя лучше остановиться сходить в туалет на стоянке ни в коем случае не варить посуду чашки ложки весь кухонный инвентарь тоже нужно брать из дома все чем вы пользуетесь все что может понадобиться если есть легкая посуда не одноразовая то лучше взять ее во первых она извинить не будет ее мыть не нужно просто поели выкинули сюда лучше не тащить лишний вес тоже когда готовим на плите обязательно открываем окошко потому что первых все таки продукты горения углекислый газ все это будет идти в салон не нужно этого делать и здесь есть стикер который запрещает использовать газовую плиту с целью обогрева салона потому что все таки газовая плита она не предназначена и вот эти углекислый газ и другие газы которые выделяются во время горения они очень вредные лучше избегать этого момента принципе все значит во время движения готовить нельзя очень важно вот эту крышку перед началом движения закрывать и все приборы кастрюли все что здесь находится конечно столе предварительно нужно убрать расставить по шкафам это кстати один из таких важных советов по эксплуатации по жизни в автодоме что все предметы от самых маленьких до больших должны быть как-то закреплены зафиксированы потому что если начинаете движение что-то может покатиться куда-то водитель отвлечется что-то ему покажется что что-то сейчас упадет он там притормозить резко до что-то может произойти поэтому все разложили по шкафам по ящикам попал по полу чтобы ничего не болталась тяжелые вещи ставим всегда вниз что-то легкое можно раскладывать и верхнюю часть чтобы нет ну то есть это не влияло никак на динамику движения дома и в конце концов если сюда положить какие-то тяжелые вещи да в этот ящик подвесной конечно он может просто отвалиться понятно что физика до протяжение гравитация все это есть тогда работает на его еще и выбить может да да им да может выбить и просто упасть и разбить эту дорогую стеклянную крышку плиты или голову до окна открываются немножко по-особенному 4 замочка обязательно сначала нажимаем внутрь на кнопку тогда он клетка поворачивается окна открываются по щелчку 1 2 3 он зафиксировался часто бывает что люди пытаются тянуть обратно она не тянется начинает переживать что же такое на самом деле нужно всего лишь поднять окно еще выше тогда но должно закрываться бывает подклинивать немножко вот воды поднял она что-то не идет все равно нужно несколько раз туда до конца поднять она зафиксироваться правильно и закроется значит на ночь мы закрываем окна на антимоскитные сетки и шторы вот обязательно во время движения все это ну лучше чтобы было открыто вообще в принципе если авто дом долго стоит лучше держать открытыми шторки чтобы не ослаблялись пружины вот даже если вы берете на какой-то непродолжительный срок нужно воспользовались шторы да если не нужно пускай не будут открытыми давай разберемся с электрикой и с отоплением это очень важные вопросы для аренды на боковой стенке кухонного модуля располагается управление системами дома и панели контроля вверху ряд кнопок которые отвечают за освещение ну понажимаете поймете что загорается что гаснет розетка 220 вольт работает только при подключении авто дома к внешнему питанию есть такая пимпочка это датчик тепла который дает информацию системе отопления о том какая температура внутри надо ли включаться или уже тепло и можно выключиться вот этот градусник который сообщает печки о том как нужно работать в таком режиме дальше панель контроля квадратик с сенсорными кнопками здесь пять клавиш у нас получается нижняя левая у нас включает выключает питание авто дома посередине лампочка загорается если автодом подключен к внешнему питанию 220 вольт слева вверху нарисован кран с водичкой все очень просто это подача электричества на водяной насос он находится непосредственно в цистерне тут вы включили лампочка горит значит можно открывать кран и вода польется если насос в порядке значит справа вверху у нас клавиша контроля остатка чистой воды вот мы сейчас видим синяя лампочка как раз отображает объем цистерны с чистой водой 25 процентов то есть четверть одновременно с этим загорается и левая шкала то есть у нас одна кнопка отвечает за два показателя за уровень зарядки салонного аккумулятора их тут два у нас зовут я на них я сижу и объем воды смотрим то есть 12 вольт 12,9 вольта у нас зарядка салонных аккумуляторов и запас воды 25 в принципе логично что нас интересует в автономном режиме путешествие это вот электричество и вода основные два ну еще газ у вас это отдельно смотрим с помощью датчиков или просто в руках взвешиваем баллон болтаем нам осталось правая нижняя клавиша отвечает за контроль зарядки стартовой батареи тоже 12,2 ну в принципе заряжено бывает побольше бывает но в среднем атака на и горит где-то и правая шкала у нас сейчас ничего не отображает это объем канализации сейчас у нас бак источник вот пустой поэтому мы и ничего не видим здесь все вот тут мы разобрались справа наверное самый сложный пульт на первый взгляд вам показаться это регулятор отопления в каждой машине у нас идет листочек а4 на котором прям вот по пунктам расписано как пользоваться этим регулятором куда включать как выключать если коротко то в среднем положении мы я так назову на три часа если стоит регулятор значит все выключено вот на нуле если нам требуется включить отопление в автодоме мы переводим внешнее кольцо внешний регулятор на 4 часа на огонек если же нам требуется и отопить салон а еще и согреть воду в бойлере то мы поворачиваем регулятор на 5 часов внутренней внутренним колесиком мы настраиваем именно уровень тепла в автодоме на температуру воды никак не влияет а вот на тепло в салоне напрямую вот как бы зависит от этого положения но обычно на единички двойки она практически не работает но так очень легко греет это вот мы когда уходим гулять зимой мы где-нибудь ставим на двоечку чтобы вода не замерзла ну чтобы была такая легкая легкий плюс такой был а если мы отдыхаем летом то нам топить автодом не нужно мы просто включаем бойлер обогрева воды и выбираем соответственно 40 либо 60 градусов соответственно переводим положение регулятора на два часа или на час так мне кажется понятнее всего внутренний регулятор уже крутить не нужно он принципе здесь уже ничего не решает вода будет греться вот собственно простой пульт есть конечно сложные моменты когда допустим вы включаете печку да а не загорается что-нибудь да или начинает мигать красным либо загорается желтая лампочка обо всем этом написано в короткой инструкции по эксплуатации к этой печи если печка работает штатно то горит зеленая лампочка то есть все функционирует все работает и у вас будет внутри тепло и будет идти горячая вода из крана в душе на мойнике если что-то начинает моргать вот сейчас видим что желтым моргает лампочка то это значит что начинает работать бойлер если же красная лампочка горит значит какая-то ошибка в первую очередь мы выключаем печку включаем ее заново если красная лампочка продолжает гореть значит уже проблема более серьезная нужно звонить в сервисную службу аркадию и он уже будет стараться вам удаленно помогать если это возможно в этой ситуации в целом главное чтобы горел зеленый сигнал если зеленый все хорошо если красный то плохо нужно предпринимать какие-то усилия чтобы ночью не замерзнуть путешествовать комфортно все мы обращаемся к сервису службу любом случае если что-то происходит самостоятельно лезть в печку пытаться разобраться там выдергивать там в разные предохранители раскручивать ящики лучше не надо скорее всего проблема решается как-то проще просто об этом нужно узнать позвонив нашу службу сервисной поддержки принципе все здесь мы разобрались пульт не так страшен как может показаться на первый взгляд включаем воду включаем отопление в салоне получаем удовольствие хорошо радуемся кондиционер вот у нас над головой но работает он только при внешнем подключении 220 вольт то есть либо от берега подключились как я говорю по морскому в розетку воткнулись снаружи либо если у вас генератор есть генератор завели воткнули в него кабель автодому все у вас есть 220 вольт соответственно можете пользоваться вот этой климатической установкой насколько я насколько я могу знать по моему работать даже и на обогрев довольно таки мощный вариант даже при температуре плюс 40 нормально охлаждает проверяли все работает а мы подошли к холодильнику на самом деле если холодильник новый у нас сейчас прокатный парк в принципе обновился работает он без замечаний ничего особо здесь делать не нужно главное включить его мы стараемся холодильник включать заранее вот сейчас он работает в автономном режиме буковка а если больше ничего трогать не нужно поскольку сейчас автомобиль не работает и не подключен к 220 вольт то холодильник автоматически переключается на питание от газа как это он тогда морозит от газа это абсорбационный вариант холодильника дорогие зрители могут погуглить я сам не понимаю поискать в яндексе абсорбационный холодильник работает по принципу того что есть совсем просто в одном месте если что-то нагревается значит другом охлаждается все больше добавить нечего если вдруг ситуация требует принудительного переключения в какой-то определенный режим допустим от электричества вдруг он перестал работать от 12 вольт мы его раз переключаем на газ во время движения вообще в принципе допускается работа холодильника в том числе от газа но есть пользователи которые наверняка могут написать в комментариях что нет нельзя ни в коем случае использовать холодильник во время движения вот именно в режиме работы от газа потому что пламя будет задуваться знаю я ездил принципе нормально работает но некоторые холодильники со временем начинают плохо работать от 12 вольт потому что дтм который от 12 вольт греет он греет слабо 220 вольт хорошо греет хорошо греет газ там по сути маленькая зажигалочка как и горит и нагревает определенный участок который потом заставляет циркулировать и создает давление в системе начинает вырабатываться холод все значит еще морозилка морозилка есть много всяких молок да мне понравилось честно говоря даже пельмешки метают все когда холодильник новый все работает отлично значит здесь у нас гардероб можно повесить одежду на плечики в принципе довольно таки большое пространство здесь у нас небольшие полки потому что с той стороны за стенкой у нас находится газовый баллон два газовых баллона если тотек поэтому здесь мы какие-то вещи поместить внизу и вверху над холодильником и под холодильником есть небольшие пространства для хранения что вы туда будет складывать ума не приложу я думаю трудно идем применить дороге много всяких вещей я здесь обещал показать как у нас багажник выглядит вот таким образом открываем половинку кровати и извлекаем отсюда а это предмет если вдруг они вот понадобились вам срочно в салоне так можно сделать на самом деле огромные багажнике у нас есть все и побольше но тут скажем он просто другой формы обычно люди берут с собой велосипеды и хотят их складывать как ставить здесь вот тяжело надо разбирать сильно поместить закрываем нас одно из ключевых знаний которые вам пригодится в путешествии на автодоме это правило работы с туалетом значит ходить в туалет нужно только при открытой горловине если будете делать дела на лючок может произойти протечка неприятности страшные происходят идет запах в общем все идет не по плану никуда звонить в этом случае не нужно в сервисную службу и жаловаться нужно просто брать ветошь сильнейшие моющие средства и извлекать кассету снаружи и все вымывать в этой ситуации мы вам никак не поможем вот и лучше все это конечно убрать до возвращения автодома из аренды иначе будет штраф потому что пользоваться планетом нужно правильно открыли крышку сделали дела нажали на кнопку смыва закрыли вот если требуется воспользоваться можно ёршиком значит здесь у нас в полках находится туалетная бумага я не уверен что это специальная туалетная бумага которая хорошо растворяется в биотуалете постарайтесь пользоваться вот именно бумага для биотуалетов это может комкаться за наматываться там на механизм открывания закрывания в общем и какие-то вам доставлять неприятности значит пакетированный наполнитель вот у нас здесь вообще совершенно но новая новая банка сразу ранил брать нужно сухими руками потому что пленка в которой упакован этот наполнитель она вот именно водорастворимая перед началом пользования открываем лючок кассеты сейчас он сухой совершенно я бросаю туда одну капсулу и нажимаю на кнопку смыва где-то порядка пол литра воды смываем в кассету таблетка растворяется и создает нам наполнение для дальнейшего пользования когда кассета наполняется мы ее извлекаем снаружи через лючок и относим к месту утилизации лучше всего чтобы не портить так скажем экологию не убивать животных рыб и других полезных скажем организмов сливать все-таки в туалет на заправке может быть попробовать слить в обычный другой биотуалет какой то знаете синий домик такой то есть все-таки не рекомендуется сливать это в природу потому что ну все таки это не та химия которая разрешает утилизировать биотуалет вот так вот куда угодно под куст есть варианты наполнителей которые разрешают но у нас пока что таких нету в данном случае мы видели обычный наполнитель от дометика который все-таки подразумевает утилизацию биотуалетом в систему канализации с последующей очистки и так далее душевая лейка у нас выполняет две функции первых мы здесь моем руки в раковине умываемся чистим зубы а если хотим принять душ мы вытягиваем шланг на полную катушку и вставляем фиксатор таким образом помнишь как видите уже расслабился но в принципе задача выполнять все открыли кран моемся вода стекает на поддон и уходит канализацию есть целых два отверстия ну и кстати вот еще один совет если приехали на площадку на какой-то становитесь ровно чтобы автодом располагался в горизонте потому что в обратном случае у вас вода будет плохо стекать из душа вниз будет наполняться где-то лужи находиться у вас масло на сковородке в одной стороне то есть и спать тоже неудобно потому что будешь скатываться куда-то на один бокс да кто-то кому-то будет нормально кто-то будет скатываться это важное ну у нас к сожалению в прокатных машинах нет таких специальных упоров горки такие так это можно заехать перед ними кроссами и выровнять машину будущими надеюсь это будет появляться постепенно тут у нас небольшой шкафчик для умывальных принадлежностей взяли свои щетки любимые пасты сюда сложили гели для душа после умывания после душа конечно открываем окошко чтобы влага ушла здесь не было затыхлости как часто бывает есть антимоскитная сетка чтобы сюда не летел мусор не залетали насекомые в общем хорошо здесь все продумано помылись все проветрили закрыли дверь во время движения кстати вот эта дверь должна быть зафиксирована в каком-то положении чтобы она не болталась потому что может расшататься и просто рассыпаться лучше ее закрывать так в принципе все с санузлом мы закончили и наверное у нас остались некоторые слова напутствия и пару советов которыми конечно же с удовольствием поделюсь в принципе я рассказал все что знал ни в коем случае этот инструктаж не претендует на истину первой инстанции обязательный вас будет инструктировать специалист нашего сервиса либо аркадий либо сергей сергеевич какие-то моменты о которых я вдруг здесь не упомянул обязательно они об этом расскажет ну допустим по поводу слива серой воды я допустим никогда вообще не закрываю в россии кран слива серых вод потому что это обычная вода из душа из рукомойника ничего страшного у нас такие тут страшные вещи могут выливаться это вообще дни и невинные мы это моющие средства например есть еще вопрос такой часто спрашивают про то как допустим часто приходится заправлять воду я говорю что наверное раз в два дня придется искать да надо заправлять воду и в принципе ее хватает вот на двоих человек на двоих где-то на 2-3 дня а сколько объем баки объем кубака 90 литров и и 80 литров цистерна с грязной водой насчет зимы кстати у нас здесь зимний пакет принципе мы разрешаем путешествовать и в зимнее время единство что есть определенные правила эксплуатации для этого наверное нужен отдельный большой инструктаж о том какие особенности допустим путешественников ждут именно зимой как не заморозить воду как сделать так чтобы там газ лишний расходовался как утеплить автодом там есть какие-то устройства и советы бывалых путешественников но может быть мы с вами еще зимой встретимся вы мне расскажите туда это отдельная история ну что-то еще может быть вот я смотрю вопрос про подвеску я вижу что не очень длинная задняя часть и как вообще вот она по проходимость там по кочкам по бездорожью мы говорим что этот автомобиль вообще предназначен для асфальта можно съехать на сухой грунт проехать по ровные даже может быть по ровному газону где-то но не газону я не веду а по траве я поню но если эта трава вдруг станет мокрой от дождя то машина практически сразу же будет застревать потому что сейчас у нас обычные летние шины они сразу будут буксовать поэтому если влажная почва влажная трава песок туда ехать не нужно асфальт плотно утрамбованная грунтовка пожалуйста с осторожностью можно съехать но всегда помните об ответственности за кузовные детали о том что свес тоже длинный съехать с какого-то пригорка можно очень дорого оставив на этом пригорте . да пару сотен евро вот на ремонт вот этих вот молдингов там может быть задних фонарей поэтому каждый раз когда решаетесь вдруг на какой-то поступок вспомните инструктаж вспомните суммы о которых вам говорили что вот этот это обвес стоит столько-то этот бампер столько-то а вот какая-то юбка вот еще столько там поэтому всегда нужно проявлять осторожность машины у нас застрахованная но с франшизой 30 тысяч рублей а что вы думаете всегда об этом и держите это в голове лишний раз не залезайте какие-то странные незнакомые места принципе все так все понятно вопросов больше нет спасибо за вопросы спасибо надеюсь надеюсь что вы хорошо отдохнете вот если вдруг что-то будет происходить там номер есть в документах в договоре аренды куда звонить нужно если что-то у вас вдруг пошло не так не стесняйтесь у нас меня за это конечно будут колотить но служба сервисной поддержки работает круглосуточно до новых встреч спасибо я уважаемые телезрители вам тоже большое спасибо за внимание подписывайтесь задавайте вопросы вдруг мы что-то забыли сказать про автодом с удовольствием будем отвечать в комментариях до новых встреч пока что-то